Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею строительства радонопровода на курорте Белокуриха Горная. Об этом стало известно во время совещания по развитию туризма, которое прошло накануне в соседнем регионе Республики Алтай. В нем приняло участие и руководство Алтайского края. До начала рабочей встречи, на которую съехались главы ряда регионов страны, включая Республику Крым и Камчатский край, Михаилу Мишустину презентовали выставочные стенды. Это своего рода презентация инвестиционных туристических проектов разных субъектов. Алтайский край презентовал юрточный глэмпинг Алтайской кочевьи и экологическую тропу Бирюзовая, горнолыжный комплекс Бирюзовая Катунья и курорт Белокуриха Горная. О планах по развитию последнего объекта главе правительства рассказал гендиректор курорта Константин Ежов. Он также попросил поддержать создание радонопровода протяженностью 7 километров. Михаил Мишустин инициативу поддержал и пообещал дать соответствующее поручение профильным структурам. Два российских субъекта, это соответственно республика Алтай и Алтайский край, посещают ежегодно больше приезжих, чем проживают здесь людей. Туризм давно стал для этих регионов системообразующим направлением экономики, но, конечно, качественной инфраструктуры для отдыха, к сожалению, пока не хватает. По поручению президента стартовал национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Большая часть средств предусмотрена на обновление той самой важной инфраструктуры. Она должна быть современной и удобной для людей по всей стране. Ну а путешествия интересными, ну и, конечно, безопасными, с хорошим, качественным сервисом. В рамках национального проекта действует целый ряд мер помощи для компаний. До конца года окажем помощь 800 инициативам малого и среднего бизнеса. Добавим, создание Белокурихи горной ведется в связи с ростом спроса на санаторно-курортные услуги. Сегодня загрузка действующего курорта достигла практически 100%. Подгорную Белокуриху отвели площадку в 136 гектаров. По госпрограмме ее обеспечили необходимые инженерные коммуникации, построили к ней серпантинную автодорогу. Общий объем заявленных инвестиций на строительство туристических объектов – около 9 миллиардов рублей. В марте 2021 года премьер уже был в Алтайском крае. Тогда, в числе прочих визитов, он побывал в Барнаульской школе, где попробовал котлеты местной столовой. Тем временем остается чуть больше двух недель до начала нового учебного года. Почти 10 тысяч ребятишек Барнаула 1 сентября впервые сядут за школьные парты. Деньги на сборы у родителей буквально летят. Согласно ресурсу Чек-Индекс, в этом году, чтобы подготовиться к учебе, придется потратить на 20% больше средств. Наша съемочная группа узнала, сколько стоит подготовить барнаульского первоклассника и какие меры поддержки можно получить от государства. Когда мы выбирали портфель, нам понравился рисунок, цвет, объем, что там много разных отделов. То есть вообще очень в этом плане удобно, комфортно, под ключи разные брелки. Цена меня немного смещала. Наш портфель обошелся в 5000 рублей с лишним. И это только портфель. В обмундировании первоклассника обязательная школьная форма, спортивная одежда и канцелярия. Собрать все это, говорит мама будущей ученицы, настоящий квест. Многое хочется, да, заколочки, украшения и так далее. Но основное, это, конечно же, форма. И форма вверх – это рубашечки какие-то, то есть разных оттенков светлых. По поводу нарядов еще это платье, сарафаны, брючки, юбочки. Но у нас сильно ограничений нет. Цены даже касательно мелочей разнятся от магазина к магазину. Так в одном из них мы подсчитали самый бюджетный набор к уроку рисования. Альбом, кисти, карандаши, фломастеры и акварельные краски. Итого уже 400 рублей. Что касается одежды, то блузка на Лере обошлась родителям в 1300 рублей. Сарафан в полторы, а туфли в 1700 рублей. Итого 3,5 тысячи. Спортивная форма – одна из бюджетных в 1000 рублей. Все вместе – 4,5 тысячи. И если сюда же добавить стоимость рюкзака, получается добрая десятка. Что же говорить тогда о семье, например, с тремя детьми? Дети, в принципе, уже на сегодняшний день в школу собраны. Уходило у нас где-то, ну, в нашей семье 10-15 тысяч. Ну, в зависимости от, нужна ли обувь, да, там, у нас некоторые вещи передаются. Да, допустим, там те же сарафаны. К слову, многодетным семьям государство помогает собрать детей в школу. Так, для подготовки первоклассника предусмотрена единовременная выплата в размере 7,5 тысяч рублей. На ребенка постарше – 5 тысяч. В крае также действует акция «Соберем детей в школу», где помощь могут получить семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. А что касается родителей, у которых один или два ребенка, то им, пожалуй, придется рассчитывать только на свои силы и кошелек. Анна Рашегирова, Александр Антропов. День с толком. Уже 1 сентября все школы Барнаула поднимут российский флаг. Речь о новой традиции, которую ввели в школах страны. В начале каждой недели в образовательных учреждениях будут поднимать государственный флаг с исполнением гимна. Как будет выглядеть это мероприятие – все подробности в нашем материале. Знаменные группы, поднятие флага и гимн – все это не в новинку для 53-й школы, так как в учреждении есть и правоохранительные классы. И все же теперь в школе, как и во всех школах страны, каждая учебная неделя будет начинаться с поднятия государственного флага с исполнением гимна. А церемония спуска – в конце рабочей недели. Все это доверят школьникам, которые имеют достижения в учебе, спорте, а также дети, которые, наоборот, требуют внимания, так сказать, для перевоспитания. Конечно, как руководитель я понимаю, что всех детей собрать на церемонию поднятия государственного флага практически невозможно. Но, думаю, здесь тоже есть решение данной проблемы. И связано оно с тем, что в век цифровых технологий можно организовать прямые трансляции в классных кабинетах, когда ребята тоже будут сопричастны к этой процедуре. На следующей неделе здесь установят 9-метровый флагшток. Само мероприятие во всех школах будет проходить по единому стандарту. Кстати, в Комитете по образованию Барнаула пояснили – в дожди и в мороз никто не будет заставлять детей выходить на улицу. Флагштоки установлены на территории образовательной организации. То есть подъем будет в летний, весенний сезон на улице, организован на территории школы. В более прохладную погоду, зимой и осенью, в здании школы. И еще одна новая традиция. С 1 сентября в школах откроются центры детских инициатив по типу пионерских комнат. Здесь школьники смогут участвовать не только в жизни школы, но и в жизни города. Вот это общение живое позволит разрабатывать различные проекты, интеллектуальные, творческие. И позволит им встречаться с лучшими представителями родительской общественности, вообще с общественностью, с почетными жителями города Барнаула. Но главное, чтобы в некоторых школах этот патриотизм не скатился в формализм. Ведь все эти новшества нужны не для галочки, а для воспитания подростков. А теперь к теме, к которой возвращаться не хочется, но придется. Жители России стали чаще покупать маски и антисептики. Спрос на них в июле вырос на 13%. Причина понятна. В регионах растет заболеваемость коронавирусом. На этой неделе в России обнаружили новый штамм – дельта-крон. Насколько он опасен, пока неизвестно. Но заболеваемость только в нашем регионе за последние три недели выросла в три раза. Врачи вновь советуют прививаться. Хватит ли вакцины при увеличении спроса? И планируют ли открывать кабинеты в торговых центрах? Расскажем далее. Если еще месяц назад в день ставили по 20-30 прививок, то сейчас эта цифра доходит до 100, говорят врачи Барнаульской поликлиники номер 3. Народ пошел, но совсем больших очередей, как это было еще полгода назад, пока нет. Желающих поставить вакцины достаточное количество. И что самое интересное, народ наконец-таки поверил, что это не страшно и что это нужно. Тем более, что август – это самый благоприятный месяц, чтобы перед ожидаемой волной выработался иммунитет. Вакцинация – уже привычное дело, рассказывают пациенты, которые только вышли из процедурного кабинета с плановой прививкой. Добавляют, что лучше перестраховаться, ведь встречать очередную ковидную волну нужно без паники. До этого ставила прививку в прошлом году, такую же двухкомпонентную, абсолютно не больно. Мы делаем четвертый раз, состояние всегда прекрасное, никаких проблем не было совершенно ни разу. Ну и вот теперь пришли снова, доверяя. Мы и от гриппа привились, мы делаем все прививки. Все соблюдаем. И маски носим, как положено, и все такое, когда начинается этот вирус. Но хватит ли вакцины на всех? Эпидемиологи уверяют, проблем не возникнет. Сейчас на складах более 250 тысяч единиц. Вакцины обеспечены не только поликлиники, но и участковые больницы, ФАПы и отдаленные районы края. А вот будут ли снова открывать пункты вакцинации в ТРЦ, пока неизвестно. Необходимость будет обусловлена тогда, когда будут очереди. Очередей нет. А мы зачем людей будем снимать, для того, чтобы привить пять человек и в это время стоять? Пустые прививочные кабинеты в поликлиниках. На сегодняшний день взрослым можно привиться спутником ВИИ, то есть ГАМ-КОВИДВАК, а детям от 12 лет – упрощенным компонентом спутника М. Первый компонент полностью соответствует существующему ранее спутнику ЛАЙТ, поэтому повторную прививку можно поставить первым компонентом ГАМ-КОВИДВАК. Кто не прививался, тому нужно поставить обязательно две прививки. Напомним, что поставить прививку можно в любом лечебном учреждении по предварительной записи, через регистратуру или госуслуги. А к маломобильным людям врачи могут прийти на дом. Мария Мацаева, Вадим Быстревский, День с толком. Техническое состояние автобусов и соблюдение водителями правил дорожного движения вновь проверяли в Барнауле. Общественный транспорт довольно часто становится участником ДТП. По данным статистики, только за 7 месяцев этого года произошло 50 ДТП с участием автобусов. Пострадали 56 человек. За несколько дней августа на дорогах Краевого центра автоинспекторы остановили и осмотрели 73 автобуса и выявили 34 нарушения правил дорожного движения водителями общественного транспорта. Чаще всего, управляя автобусом с пассажирами, водители превышают скоростной режим, правила проезда пешеходных переходов выскакивают навстречу и не соблюдают очередность проезда. Благо, в этом году ни одно из ДТП не закончилось трагически. А в прошлом под колесами маршрутки погибла 13-летняя девочка. Цены на стройматериалы начали падать в Алтайском крае. Такая тенденция наметилась по целому классу товаров. Но насколько существенно снижение цен? И отразится ли это в дальнейшем на стоимости недвижки, в том числе социальных объектов, разбиралась Елена Макаренко. В течение полутора лет цены на стройматериалы упорно росли. Периодами их скачки были настолько резкими, что дивы давались и частные, и оптовые покупатели. Алтайские строители даже были вынуждены приостановить стройку многих школ, садов и других объектов по госконтрактам. Сегодня на рынке стройматериалов обратная тенденция. По многим позициям цены снижаются. Но, по мнению отдельных экспертов, падение нельзя назвать резким. И в реальности от отчетных показателей оно отличается. Снижение некоторое наблюдается на рынке на металл, на пиломатериал. Ну, поднялись там на 30, на 40, на 50 процентов некоторые позиции. А сегодня упали там на 5, на 10. Соответственно, это не отвечает реальным затратам, которые сегодня производят строители. В отличие от многих других регионов, у нас строителям удалось пережить очередной кризис, не заморозив жилищные объекты. Но многие застройщики сегодня в долгах. Так только по налогам. Совокупный долг строительного сектора за 6 месяцев этого года – порядка 20 миллионов рублей. И все же участники рынка умело адаптируются к его изменениям, считают эксперты. За последние 2-3 месяца нулевых, ну, то есть стартов продаж не было никаких. Вот если сейчас мы ожидаем от нескольких застройщиков старта продаж, мы увидим, что определенное движение будет. И определенный такой спрос немножечко там повышенный будет. А мы ожидаем? А мы ожидаем. Мы знаем, что несколько застройщиков готовят новые ЖК к старту продаж. Это тоже очень хороший показатель. Жилье на нулевом цикле, то есть на стадии котлована, интересно покупателям-инвесторам. Среди них возникнет спрос и, как следствие, в строительный сектор потекут деньги. Но даже если поток будет мощным, он не сможет особо повлиять на цену квадратного метра. Спрос не влияет на цену, это однозначно. Настолько именно, чтобы со 120 до 70 тысяч упасть? Конечно, нет. Влияет маржинальность проекта, что банк не может разрешить застройщику в убыток строить дома. И, соответственно, здесь вторая подоплека – это строительные материалы. Проектное финансирование объектов. Эскроу-счета – несущественное снижение стоимости стройматериалов. По мнению специалистов, цены на жилье в итоге останутся прежними. По крайней мере, в ближайшее время. Но тенденция на удешевление железа, дерева и других товаров – это уже сегодня плюс для возведения социальных объектов. Не будет срывов госконтрактов, будут вовремя выполняться инвест-программы. Пока же по ним все печально. Вы посмотрите, какое выполнение плана. Вот я посмотрел за пять месяцев выполнение адресно-инвестиционной программы. 23-25% к годовому плану. Ну, это полгода, грубо говоря, прошло. У нас четверть выполнения. Ну, что мы тут за три месяца. А у нас все-таки зима основное это время. Поэтому это все накапливается. Я думаю, что в этом году, хотя денег добавили в адресно-инвестиционную программу финансирования, но недовыполнение будет больше, чем в прошлом году. Для бесперебойного возведения соцобъектов нужны и доступные цены на материалы, и замещение недоступных сегодня импортных товаров. А для снижения стоимости квадратного метра жилья – поэтапное раскрытие скроу-счетов. Только так можно иметь постоянный оборот средств в сфере. Но эту инициативу Центробанк пока не поддерживает, защищая банковский сектор. Елена Макаренко, Андрей Печоркин, Дмитрий Денисов. День с толком. К строительной теме мы еще вернемся, а пока к другой. В начале недели в Барнауле простились с ветераном Великой Отечественной войны, кавалером Ордена Красной Звезды, почетным гражданином города Матрёной Андрейченко. Ей было 98. Несмотря на возраст, фронтовичка до последнего продолжала трудиться и принимала участие в общественной жизни Барнаула. Какой ее запомнили близкие и те, кому приходилось не общаться – в нашем сюжете. Эти кадры позапрошлой весны, в преддверии Дня Победы. Матрёна Егоровна несет цветы к мемориалу славы в память о боевых товарищах, что не вернулись с Великой Отечественной. Сегодня алые гвоздики приносят уже в ее честь. Матрёна Егоровна не стала 6 августа на 99-м году жизни. Это самый близкий и старшего поколения человек в моей жизни. Я ее знаю с 68-го года, так как являюсь подругой ее единственной дочери Ольги Павловны. Все это время мы пересекались. Была очень строгая. Она всегда давала очень мудрые советы. И самое главное, у нее никогда не было чувства, что запели медные трубы. Хотя она прошла огонь и воду, а вот медным трубам она не была подвержена. В каждом ее действии, Матрёна Егоровна, всегда была забота о людях. Ну, она на фронте заботилась о людях, не сестричкой была. И просто было удивительно, как такая маленькая, хрупкая женщина вынесла все тяготы и лишения страшной войны. О том, что жизнь Матрёны Егоровны была примером бесконечной преданности делу и служения людям, скажет, наверное, каждый, кто ее знал. Яркий тому пример весь жизненный путь героини. В 42-м молодая девушка добровольно отправилась на фронт медсестрой во втором составе 312-й стрелковой дивизии. Станция пробуждения-то есть такая, где мы разгружались и уехали на место дислокации, где мы должны быть. И мы там палатки растянули, все приготовили, и операционные, и приемные. Все это нужно для приема раненых. И через несколько часов началась бомбежка этой станции пробуждения. И нам пришлось ехать туда, раненых забирать оттуда. И представляешь, как могло быть. Мы ехали, мы не знали, что там. Приехали. После этого мы забрали этих раненых, привезли к себе. Мы по два дня ничего не могли кушать, потому что нам не шло это никак. Не хотелось нам есть. Нам надо было помогать нашим раненым. Потому что мы привезли их. Некоторые тут же умирали. Некоторые дальше мы их на операционные и дальше отвозили на станцию, где у нас в АК-госпитале были. А впереди были Вязьма, Ржевка, Луга, Смоленск и серьезные человеческие потери. Совсем юные медсестры не только боролись за жизни раненых, а наравне с мужчинами рыли окопы и строили блиндажи. Свой победный Майи Матрена Егоровна встретила под Кёнигсбергом. А после жизнь завертелась, как у всех. Учеба, семья, работа. Но отличала женщину небывалое чувство любви к жизни. И даже после выхода на заслуженный отдых Матрена Егоровна не бросила общественной работы и возглавила Барнаульскую общественную организацию «Российский союз ветеранов». Уходят фронтовики. Уходят такие люди. Прямо вообще сильные духом. Сильные такие. Нам бы у них поучить со всему этому. Родители много делают сейчас не так, как нужно. Нас сейчас родители увлекаются богатством каким-то, какими-то деньгами, какими-то другими имениями надо иметь где-то. Жить здесь, а иметь где-то за границей что-то. Иметь там дома, иметь имущество. Иметь какое-то, чтобы он влияние имел там какое-то на это имущество. Разве это жизнь? Это не жизнь. Так жить нельзя. Если ты живешь, так ты живи этой жизнью. И живи для этой жизни. И живи для этого государства, которому ты отдаешь свою жизнь. Которому отдавали твои родители. Надо жить так, чтобы не стыдно было. Продолжим. Минтрут решил помочь россиянкам стать наравне с мужчинами в целом ряде вопросов. В стране разрабатывают концепцию гендерного равенства. Касается она прежде всего работы. Пока мы можем ознакомиться лишь с тезисами будущего документа. Между тем, в стране уже началось обсуждение возможных изменений. Часто звучит слово «феминизм». Это ли вкладывают авторы в будущий подход, что в Барнауле думают о необходимости гендерного равенства. Об этом узнавали мои коллеги. В этом году в России заканчивается срок национальной стратегии в интересах женщин. Пять лет их привлекали в политику и предпринимательство, образование и общественную жизнь. В 23-м в стране стартует концепция гендерного равенства для женщин. Тезисы – помощь в развитии лидерства, баланса работы и семьи, особое профобучение, гибкие условия, например, для вышедших с декрета. Но некоторые эксперты считают, что такой подход уже противовес равенства. С точки зрения равноправия условия должны быть одинаковые. Мы либо про равноправие говорим, либо про превосходство одного над другим. И поэтому вот как раз вообще взравноправие женщин в любых сферах начал биться как раз Советский Союз. И вообще именно у нас изначально, раньше, чем во всем остальном мире, были уравнены права. Ранние ясли, переполненные детсады и женщины на предприятиях наравне с мужчинами. Все это уже было. Но в 21-м веке дамы стали заходить в новые сферы. Очень тяжело я к этому пробивалась, потому что все говорили, как это женщина и может быть хирургом. Сейчас вы видите, сколько хирургов женщин у нас. Позже с шовинизмом Ирина Солнцева столкнулась в политике. Но за прошедшие 10 лет женщин там и в крае, и в стране стало больше. Их охотнее берут в партии, ведь это работа на свой электорат. Сейчас Ирина не видит гендерных проблем. Но так думают не все. Когда думаешь, что ты сразу уйдешь в декрет, предпочитают брать какого-нибудь мужчину, который так-то имеет тоже право уйти в декрет, но от него не ожидают, что он это сделает. То есть это уже на уровне собеседования начинает проявляться. Вопрос не в том, что мужчина это женщина, а в том, какой это работник. Не надо путать роль, которую человек играет в обществе, и его пол. Социолог уверен, что у россиянок прав больше. Например, женщины раньше уходят на пенсию. И тогда, по его мнению, нужно либо поднимать этот срок для дам, либо пуска для мужчин. Создаваемые особые условия для образования или самореализации женщин могут задеть мужчин. По-другому эксперт смотрит и на так называемое репродуктивное насилие. Пусть выбирает, иметь ребенка или нет, так и есть. Нет ни одного закона, который обязывает женщин иметь ребенка. Можно, конечно, сказать про общественное давление. Когда ты уже родишь, говорят наши родственники. Но связано ли это тогда с равноправием полов или это просто отсутствие навыка отстаивать собственное мнение? Некоторые специалисты все же считают концепцию довольно поверхностной. Экс-депутат Госдумы Оксана Пушкина настаивает на принятии, наконец, закона о домашнем насилии, если уж говорить о равенстве. С чем не поспоришь, так это со статистикой. Труд третий россиянок оплачивается меньше, чем мужской, при одних и тех же компетенциях. Дамы трудятся по дому больше, чем главы семей. Но чаще всего пока в новой концепции видят проблески феминизма. Есть различные течения, которые борются за равенство. Это не обязательно феминизм. Есть эголитаризм, который за равенство всех и всего, например. И отдельные течения, которые занимаются правами мужчин, в основном связанные с армией. Тут в плане работы, скорее наоборот, с переработками. И тоже есть неюридически запрещенные профессии для мужчин, которые осуждают сообщество. Маникюр, например, делать или ухаживать за маленькими детьми. Но вообще феминизм – это всего лишь о том, чтобы считать женщину человеком. Я бы сказал, у нас самое неравноправное сейчас в мире и забитое – это белый мужчина традиционного окраса. Единственная, наверное, страта, которую никто нигде не защищает. По мнению экспертов, главное не допустить перекосов. Ведь нужно развивать равные возможности для всех. А еще важно не допустить межполовых конфликтов. Иначе общество остановится в развитии. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. Ну и возвращаемся к теме. В ближайшее воскресенье строители отметят свой профессиональный праздник. В четверг в Барнауле по этому случаю открыли памятный знак строителям. Сооружение выполнено из гранита на Колыванском камнерезном заводе. Это небольшая стела в темных и светло-серых тонах. Высота около 4 метров с надписью «Памятный знак» в честь строителей Алтайского края. Концепцию разработал «Алтайгражданпроект». В стиле конструктивизма, я думаю, строители – это конструкторы. Ну, в принципе, неплохо, но хотелось бы что-нибудь монументальнее. Все же заслуг у строителей гораздо больше, чем оценивается этим памятником. Ну, какой и есть, и за то спасибо. 20 тысяч человек в крае строят жилые дома и социальные объекты. Одним словом, меняют облик сел и городов региона. А между тем, строительная сфера переживает сейчас не лучшие времена. Сказались пандемии, экономические санкции и такие нововведения последних лет, как переход на проектное финансирование и скроу-счета в долевом строительстве. Об основных сложностях и перспективах отрасли нам рассказал председатель правления Союза строителей края Александр Мишустин. В этом году ситуация, как бы, она с начала года складывалась довольно сложная. И не проводились торги, или они проводились, но многое не состоялось. Соответственно, что застройщики и генподрядчики не выходили на эти контракты, потому что они были убыточными. Сложно она остается и по комплектации оборудования, потому что по импортным позициям, как бы, те, что были в прошлом году, застройщики, что касается жилья, там были запасы определенные, были заключены контракты. И, как бы, жилье закрывается у нас, и, как показывает у нас отчет, вот за 6 месяцев, там 515 тысяч введено жилья. Вот, и тут и подросло индивидуальное строительство, и многоквартирных домов. То есть это идут заделы прошлых лет. Но, к сожалению, говорить, что мы опять тут и в строительстве жилья, впереди планеты всей говорить нельзя, потому что, если смотреть на незавершенку, то она у нас с каждым годом сокращается. Если мы начинали там 5 лет назад, у нас в пределах полутора миллионов было незавершенного строительства, а сегодня у нас там 630-640 тысяч в стадии строительства жилья. Это о чем говорит, что да, мы в этом году, наверное, опять выйдем на тот объем, что был в прошлом году, но следующий, и там 23-24-й, у нас будет резкое падение ввода жилья многоквартирного, я имею в виду. К чему это приведет? Ну, наверное, это приведет и к удорожанию на рынке, раз будет не хватать жилья. Поэтому сегодня, как бы, надо отдать должное нашим застройщикам, что они не срывают хотя бы те объемы строительства жилья, которые начаты, и там у нас потом что стоят за этими объемами дольщики стоят. Но сегодня хоть они защищены банковскими гарантиями и скоровых счетами, но все равно, как бы, вот в других регионах такие моменты уже наблюдают, что многие застройщики, как бы, вот, заморозили свои объекты или продляют сроки строительства данных объектов. Конечно, это не на пользу дольщикам. Есть ли у нас строители, которые, может быть, были вынуждены свернуть свою деятельность или, там, обанкротились? Ну, пока, дай бог, таких у нас не наблюдается. Сложности, как я уже сказал, есть. Но до банкротства пока еще у нас таких организаций нет. Я думаю, что не дойдет. Наши основные застройщики все свои обязательства выполняют перед дольщиками, перед банками, как бы. Поэтому здесь, как бы, вроде особо нет. Есть проблема, как бы, она давно у нас эта проблема. Проблема с землей у нас, что недостаточно земли в городе. И наши застройщики активно, как бы, уходят в другие регионы. Это Новосибирск, Москва, там, другие регионы, где более развитый рынок, более платежеспособное население. Хотя, в принципе, за вот эти последние два с половиной года цены на жилье в Алтайском крае тоже подскочили довольно серьезно. И если продавалось три года назад, там, средняя цена у нас была, там, 40-50 рублей. То сегодня уже, как бы, дошли цены к 100 тысячам за квадратный метр. Что, соответственно, это не соответствует, как бы, платежеспособному спросу населения Алтайского края. Поэтому рынок будет сжиматься в этом направлении. И здесь, если вы, как бы, дальше, все равно затраты растут у застройщиков. Это стоимость, как я уже говорил, и материалов, и другие, как бы, затраты. Соответственно, будут смотреть, если и с землей будут такие проблемы, конечно, рынок будет сворачиваться. Город сейчас занимается плотной, там, новым генпланом. Но новый генплан, в лучшем случае, мы получим его в следующем году. А земли, которые мы там, вот, планируем, это во в районе аэропорта. Это еще, в лучшем случае, там, через год. Поэтому сегодня застройщики вживают самостоятельно, решают проблему, опять же, самостоятельно. За счет того, что свободных земель нету. Это решение проблем точной застройки с выкупом земельных участок каких-то, значит, в городе Барнауле. Вот это такая ситуация складывается. Два или три таких крупных застройщики ушли вообще, как бы, с рынка Барнаула. Кто-то прекратил свою, как бы, работу. С учетом, что новая, вот эта банковская финансировка, проектная, она тоже, как бы, ограничивает круг застройщиков. Потому что не всех застройщиков банки финансируют. Останутся 5-7 крупных застройщиков. В принципе, так они и. Сегодня там возникают некоторые фирмы, которые, там, берут один-два дома, значит, ну, они по году, как бы, не делают. Поэтому с учетом, что все-таки, как я говорил, есть определенные проблемы с проектным финансированием, как бы, и банки не всех кредитуют. Поэтому на рынок, вот что завтра мы, там, получим новых застройщиков, это сложно. Поэтому здесь все, как бы, если раньше застройщик имел какое-то количество собственных оборотных средств и мог начинать стройку с учетом того, что он мог напрямую привлекать средства дольщиков, то сегодня он этого не может начать, а собственных средств построить дом, там, за полмиллиарда рублей, наверное, таких у нас мелких застройщиков нет. Останется у нас, к примеру, 5-7 крупных застройщиков. В глобальном смысле, чем это чревато для экономики региона? Если мы брали, допустим, у нас их было, там, 15-20 застройщиков, то вы же понимаете, есть определенная конкуренция, да. То есть, чем больше конкуренция, там, тем, как бы, ценовой разбег на те же квадратные метры будет довольно шире, да. Это, конечно, на пользу будет играть нашим жителям, да. А когда монополия и рынок сжимаются, просто цены будут подниматься, и возможности маневрировать, как бы, здесь нет. И, конечно, это хуже будет нашим, как бы, жителям. Вот могу я так резюмировать. Появление единого строя заказчика, что скажете, облегчило вам эту жизнь? Ну, его, как таково, он единый у нас не получился, как бы, единый строя заказчика, он пришел, как бы, но в Минстрое они выбрали позицию такая, что они определенное количество объектов набрали себе, там, допустим, 20 объектов, и ими занимается Минстрой. Остальные же крупные объекты остались по отраслевым, Минздраве, Минобры, Минсоцзащиты, как бы, они там остались. То есть, в каждом, как бы, министерстве есть свой, там, мини-окс какой-то и занимается. Конечно, мы, как бы, говорим о том, что если единый заказчик, то он должен забрать все крупные объекты на себя и заниматься, как бы, профессионально этими объектами. Сегодня уже у нас складывает ситуация, что Минстрой, как бы, занимается вот этим 20, я так просто примерно говорю, а остальные министерства сами по себе. Естественно, квалификация тех сотрудников, которые есть, не хочу там ничего плохого сказать, но она все-таки недостаточно, чтобы в полной мере, как бы, отвечать вот тем вопросам, чтобы работать с генподрядчиками, как бы, грамотно, чтобы те заказчики могли грамотно, то есть, находиться именно в сфере тех нормативных актов, которые сегодня в Российской Федерации, в Алтайском крае формируются, отвечать вот этим все. То есть, если мы бы создали большой, крупный, единый, как бы, заказчик, который бы взял на себя все крупные объекты, оставил бы там, допустим, мелкий капремонт там только министерством, пусть бы они занимались. Конечно, это было дало бы плюс. Мы сегодня раздали уже абсолютно мелкие все объекты муниципальные. Ну, что такое выступает с заказчиком, заведующим детским садом в каком-то районе? Ну, это глупость какая-то, это несусветная, потому что она не понимает в этом ничего, она всего боится, значит, поэтому, естественно, и подход к этому делу. Ну, я вроде что-то сделал, выдал какие-то документы там на аукцион там, а что там будет, как дальше будет, специалистов нет. Поэтому мы выходили с идеей, что укрупнить даже, допустим, краевые объекты, это Минстрой, а где-то в районах, чтобы тоже создали. Мы же развалили службу полностью в районах, там сегодня нету строительных отделов, которые бы, оксов, которые бы занимались бы вот этими объектами капремонтом. И у нас сегодня как бы отдано все это на руководители тех подразделений, там больниц, школ, детских садов, там библиотека. Ну, это просто как бы неграмотная документация составлена, она никакая, как бы. Соответственно, генподрядчики не идут на эти объекты, идет невыполнение плана. С наступающим праздником всех строителей, остальным потратить августовские выходные лета с пользой для своего здоровья и настроения. А у меня на этом все. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Если у вас есть интересные темы, о которых мы можем рассказать, звоните. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар. Продолжение следует...